Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Давайте продолжим наше путешествие по миру православных изданий. Начнем выпуск со свежего номера журнала Московской Патриархии. В этом году Тверская земля отмечает сразу две значимые даты своей истории. 700 лет со дня мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650 лет представления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской. В разделе «Церковная жизнь» публикуется очерк, в котором вы познакомитесь с протеереем Дмитрием Кунченко, настоятелем Вознесенского храма, где покоятся мощи преподобной Анны Кашинской. Совсем недавно русские люди, живущие в европейских странах, открыли для себя целый сонм древних святых, чьи имена не были включены в святцы Русской Православной Церкви, но тем не менее чтились православными верующими. Протеерей Андрей Кордочкин подготовил интересную публикацию о подвижниках христианского благочестия в Испании и Португалии. Михайло-Архангельский монастырь в городе Юрьев-Польский – это одновременно и обитель, и крупный историко-архитектурный комплекс, и художественный музей. Но это соседство не мешает ни музейщикам, ни монашествующим. Из публикации на 37-й полосе вы узнаете, как туристы участвуют в церковных службах, паломники с интересом рассматривают музейные экспозиции, а директор музея поет на клиросе. А также узнаете о настоятеле этой обители – архимандрите Афанасии Селичеве. Рубрику «Уроки столетия» продолжает статья епископа Борисовского и Мариинногорского Вениамина, посвященная памяти священника Протеерея Иоанна Восторгова, который был расстрелян большевиками сто лет назад. Автору удалось восстановить последние трагические годы его жизни по сохранившимся проповедям, статьям и воспоминаниям современников. Исполнился год со дня кончины архиепископа Феофана Галинского, более четверти века возглавлявшего Берлинскую епархию. Время его архипастерского служения справедливо можно назвать периодом становления и расцвета Русской Православной Церкви в Германии. Те, кто знал владыку от иерархов до прихожан, помнят его как человека прекрасных личных качеств, тонкого ума, широчайшей эрудиции и удивительного такта в общении с людьми. Священник Александр Мазырин и историк Андрей Кострюков в своей работе из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской Церквей в 20 веке говорят об очень актуальных и злободневных в наши дни проблемах. Над страницами этой книги размышляет историк Сергей Фирсов. Сегодня церковным СМИ надо научиться работать в мире постправды, освоить новые онлайн-площадки, стать более заметными в обществе. Об этом журналу рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Продолжение статьи можно найти в разделе «Вера и слово». Уважаемые телезрители, оформить подписку на журнал Московской Патриархии можно в каталоге агентства «Роспечать», подписной индекс 71-157. Представляю вашему вниманию следующее издание «Приходскую газету «Точка опоры». На главной полосе 12-го выпуска опубликовано слово главного редактора издания про Таирея Григория Григорьева на тему, как современному христианину относиться к тем негативным новостям, которые заполонили СМИ, которые лишают душу мира и молитвы. На третьей странице отец Григорий повествует о священномученике Киприане и мученице Иустини и предлагает мысленно перенестись в конец 3-го, начало 4-го веков от Рождества Христова, чтобы осмыслить то время, в которое жили святые Киприан и Иустина. На девятой полосе разместился материал о Каневском Рождество-Богородичном Мужском монастыре, что в Ладожском озере. В этом году обитель отметила юбилей 625 лет со дня основания. Юным читателям газеты придется по душе 11-я страница. Здесь размещены интересные познавательные рассказы и стихотворения. Уважаемые зрители, свежие номера газеты «Точка опоры» можно приобрести в храмах Выборгской епархии. Вышел в свет 20-й номер газеты Покровской епархии «Церковная жизнь». Читайте в этом выпуске. В рубрике «Хроника» представлен очень информативный отчет о жизни Покровской епархии. Архипастерская поездка в Краснокутское благочиние, освящение колоколов для строящегося храма в селе Старые Азинки, выход в свет новых книг от издательства Покровской епархии. Заметки об этом и многом другом помогут составить полное представление о том, как проводят осень духовенство епархии и миряне. В материале на третьей полосе собраны самые основные и интересные факты о региональных покровских образовательных чтениях. В епархии форум проходит уже в шестой раз и не перестает радовать и удивлять участников новыми, актуальными и острыми вопросами. Живое общение – одна из особенностей покровских образовательных чтений. Их участники – духовенство, представители власти, деятели общественности и культуры, научного сообщества стали респондентами опроса, посвященного школе. Размышления участников на эту тему вы найдете в материале учат в школе. В рубрике «Важная тема» речь пойдет о свободе в разных сферах деятельности человека. Что же такое свобода, как ее не утратить и как правильно ею воспользоваться? Нужно ли ее ограничивать? На эти поистине философские вопросы ответили выпускники и студенты учебных заведений города Покровска. В разделе «Детская страничка» размещены рисунки юных читателей, газеты, а также отзывы о праздничном крестном ходе на Покров и размышления ребят об осеннем настроении. Последний 31 день октября был ознаменован воспоминанием одного из четырех евангелистов, апостола Луки. Об этом удивительном ученике Господа можно прочесть в рубрике «Жизнь, посвященная Богу». Уважаемые телезрители, спрашивайте свежие номера газеты «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии. В электронном варианте издание представлено на сайте правпокров.ру. Приятного чтения! Всего вам доброго! До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова